друзья всем привет я продолжаю обустраивать мастерскую в этом ролике хочу показать вам пару крутых штучек полезных советов для первой идеи нам понадобится обычная автомобильная стяжка это уже проверенные временем органайзище очень удобно и все под рукой смысл в чем цепляем пару саморезов по краям растягиваем стяжку и далее нам понадобится кабельные клипсы их просто забиваем к стене шагом примерно 5 сантиметров клипса подбирается специально таким диаметром чтобы резинка спокойно ходила и растягивалась при этом не вылетала из клипсы таким образом мы формируем много разных ячеек для хранения инструмента сюда можно распихать все отвертки шило стамески ножи в общем всегда все под рукой и самое нужное но одной стяжки по моему опыту всегда мало поэтому берем вторую стяжку также повторяем все действия пару саморезов по краям то есть чтоб было красиво отбиваем по уровню и прикручиваем к стене на второй стяжке я уже буду располагать клипсы шагом примерно 10 сантиметров сюда пойдут все пассатижи кусачки плоскогубцы круглые плоские то есть чтоб всегда все было на виду под рукой и имела свое место поверьте это очень удобно за копейки крутой органайзер далее если вы собрались что-то красить валиком вот вам полезный совет чтобы не снимать разные волоски и сопли со стены берем валик и готовим его а именно берем малярный скотч закатываем валик полностью в малярку а потом ее снимаем и вы увидите сколько грязи на этом скотче у меня стены в мастерской отделаны dsp плитами поэтому могу вам смело порекомендовать хорошую краску для osb плит так как после первого слоя уже швов практически не было видно а после второго стена вообще было монолит покрывал все стены я farbitex профи краска грунт для osb плит стенам мастерской я не хотел закатывать тупо в белый а решил использовать колер тоже можно заказать под свой вкус и цвет такое покрытие довольно уникально подходит как для osb плит dvp dsp mdf гкл совмещает в себе краску грунтовочное покрытие и биозащиту продлевает срок службы материала и защищает от ультрафиолета и влаги предотвращает просвечивание osb на финишном покрытии не растрескивается образует эластичный слой создает паропроницаемый слой ну и конечно у нее бешеная адгезия такую краску можно подобрать в интернет-магазине м краски да и вообще можно найти на любом marketplace мне все полезные ссылки оставлю в описании следующий лайфхак покажу вам с обычной ниткой это отбивка шнурка кто как называет я часто ей пользуюсь и бывает разматываю аж по 30-40 метров и чтобы ее сматывать не вручную вот вам простой лайфхак берем отвертку одеваем бобину и вставляем шуруповерт и вуаля можно сматывать десятки метров за секунды далее самые распространенные проблемы и совет я часто работаю винтовертом шуруповертом и прикручиваю саморезы но когда ты работаешь на высоте они падают сбиты и доставляют хлопоты поэтому чтобы решить эту проблему таскайте с собой неодимовый магнит он всегда пригодится в кармане для хранения крепежа да и просто накинуть на биту залезть наверх и спокойно закрутить саморез без всяких нервов а вот вам полезный лайфхак как нарисовать много разных диаметров забиваем гвоздь или вкручиваем саморез далее берем обычные ключи на 8 на 10 на 12 на 16 на 19 и спокойно делаем окружности следующий совет будет полезен у кого есть сверлильный станок когда вам нужно просверлить отверстие в маленькой детали то берите свои пальцы чтобы не просверлить их а лучше сделать полезное устройство для этого зажимаю в тиски обычный брусок и распускаю его с помощью дисковой пилы на пару рейк далее нам понадобится обычная любая петля берем пару саморезов и цепляем петлю по краям рейки таким образом у нас получились импровизированные щипцы с помощью которых можно отлично зажимать деталь и спокойно сверлить и выполнять поставленной задачи таким образом и пальцы целы и выполнена работа ну и на этом все подписывайтесь на канал пишите комменты ставьте лайки напишите какой вам совет понравился больше всего всем спасибо за просмотр увидимся пока пока пока